Очень многие в нашей стране говорят о том, что наша демократия нуждается в реформировании. И это немедленно скажется на выборах, на характере выборов. Говоря о реформах, говорят более-менее о трех местах сюжета. Первое, либо сохраняя пропорциональную систему, ввести так называемый императивный мандат, то есть депутат, который избран от конкретного списка, не может свободно распоряжаться своим мандатом, он должен оставаться в рамках того списка, по которому он избран, либо оставить КНЕС и уступить место следующему в этом самом списке. Второй момент, то, что называется повышение электорального барьера, который позволит, или наоборот, не позволит, мелким и очень мелким спискам, а в некоторых случаях и средним, если повысить барьер, например, в России, в некоторых других странах, до четырех, некоторые говорят семи, кто-то говорит о десяти процентах, то это вообще оставит за бортом довольно много мелких и средних списков. Каждая тема имеет свои плюсы и минусы. Например, если вы спросите меня, я решительный противник повышения электорального барьера, по той простой причине, что и так, просыпаясь утром после выборов, примерно 30% избирателей, глядя на список избранных депутатов, не видят там никого, кто представляет их интересы. Это означает, что 30% избирателей, их голоса выброшены в ворну, в мусорную корзину. Я не уверен, что повышая избирательные барьеры, мы можем, так сказать, отказаться от воли изъявления 40-50% избирателей, не в нашем случае, не в этой стране, когда от коллективной солидарности все-таки еще очень и очень многое зависит. Ну и, наконец, когда говорят об избирательной системе, предлагают перейти на президентскую систему, или парламентскую, президентскую, президентарную, чтобы президенты страны избирали весь электорат, все граждане страны, и он, соответственно, получал в свои руки исполнительную власть либо по российской или французской модели, либо по модели американской, по российской, французской модели, как вы знаете. Президент является главой исполнительной власти, но главой распорядительной власти является премьер-министр, и там есть правительство с министрами. Американская модель предполагает существование только одного министра. Правительство состоит из одного человека, из президента страны. А остальные – это его секретари. То, что здесь в Израиле называется «мимуне-а», то есть человек, ответственный за, назначаемый лично президентом. Мне думается, что в такой стране, как наша, переход к президентской системе правления проблематичен, потому что, опять-таки, по соображениям того, что, во-первых, у нас есть искушение, поскольку страна окружена врагами, передать полноту власти сильному лидеру, и сохранение либеральной демократии в этой стране, может быть под вопросом в этой ситуации. Посмотрите, что в свое время говорил и делал господин Рабин, и что говорил и делал Ариэль Шарон. Одна фраза Рабина – «я сделаю, как сделаю», а они, избиратели, могут крутиться, как пропеллеры. И Ариэль Шарон, который был избран в качестве премьера, по одной программе осуществлял совершенно другую. И это в условиях, когда у нас нет императивного президентского мандата. Поэтому я был бы осторожен, хотя, несомненно, президентская система избирательная имеет свои очевидные плюсы. Ну и, наконец, последний сюжет в этой связи – это переход на так называемую мажоритарную избирательную модель, когда можно разделить страну на 120 избирательных округов, или на 60, оставив там 60, как в России было, по крайней мере, пропорционально по парламентским спискам. В этом есть большое искушение это сделать. Избиратель получит возможность конкретно голосовать за конкретного человека. Но есть и издержки ситуации. Издержки ситуации хорошо видны на примере муниципальных выборов, о которых я в этом пункте тоже готов отнестись. Потому что мэр как раз избирается по этой самой мажоритарной модели. И, скажем, мы получим более-менее то, если мы перейдем, что мы имеем на выборах в муниципалитеты. В стране, если мне не изменяет память, порядка 150-140 с чем-то, если не считать местные советы, если не считать, то у нас примерно порядка 130-140 с небольшим мэров городов. Вот примерно столько, сколько депутатов КНЕСКО. И так оно более-менее будет выглядеть. Во-первых, это будут представители двух-трех крупных партий. И больше ничего. Мелкие списки, так называемые не мелкие списки, но списки, которые представляют сектора израильского общества, а секторальный характер израильского общества, во-первых, никто не отменял. И в этом и состоит наша особенность, нашей парламентской демократии. Что там представлены не только персонали, субъектами выборов являются не только избиратели, но и группы избирателей. И именно наша парламентская система, в том виде, в котором она есть, пропорциональная, она позволяет услышать голос тех или иных групп населения, которые в противном случае, нравится нам это или нет, позволяет услышать, которые в противном случае были бы не услышаны. Это первый момент. И второй момент. Давайте все-таки обратим внимание, что мажоритарная система эксклюзивна. Она отбрасывает людей. Она выводит их за скобки. Пропорциональная, инклюзивна. Сама по себе идея. То есть включает в себя все, сколько угодно малые группы населения. Видимо, в этом этим руководствовались отцы-основатели сионизма, когда предлагали пропорциональную систему выборов. Я закончу двумя обещанными фразами свое короткое выступление, отнесясь к парламентским выборам и отнесясь к муниципальным выборам. Прежде всего, в Иерусалим. Что касается этих парламентских выборов, то мы с вами увидели на этих выборах чрезвычайно интересный расклад. Выборы в КНЕСУ 19-го созыва 2013 года, я имею в виду, они были постановкой некоего эксперимента. Что было бы, если бы палестино-израильский или арабо-израильский конфликт вдруг исчез? На этих выборах, как вы знаете, тема палестино-израильского конфликта имела периферийное значение. Имбахляль, то что называется, и фитол, если вообще, имела хоть какое-то звучание. И избиратель, в общем, голосовал, исходя из своих секторальных, социально-экономических и гражданских приоритетов. И вдруг оказалось, что наша партийно-политическая система, избирательная система, была бы очень похожа на нашу маму Великобританию. Оказывается, что влияние британской модели, которую мы не очень ощущаем, оно где-то в герб. Выяснилось, что израильский избиратель отдал голоса трём основным блокам, или псевдопартиям. Консервативный, Ликут Байдей, социал-демократический, партия Абуда, плюс религиозные социалисты. Не случайно, сразу после выборов, куча народа ждала, когда же Шелия Химович пойдёт целовать руку рабу Абаде Иссе. И, то есть, как так сказать, те две организации, которые друг друга объединились под лозунгом борьбы за права, за социальные права угнетённого среднего класса и угнетённых периферийных групп. Ну и в центре политического аспекта у нас вдруг появилась либеральная партия. Двух братьев, да, Яэра Лапида, Ешатид и господина Беннета, еврейский дом, которые, если речь идёт о основном сечении израильской политики, да, внешняя политика и безопасность, не согласны ни по одному пункту, ни по какому, да. Вот, но если говорить о том, что вынести арабо-израильский конфликт за скобки, то всё хорошо, да, они представляют группы среднего класса, находящиеся, соответственно, в прибрежном мегаполисе и где-то вокруг Иерусалима, и по обе стороны зелёной черты, и выяснится, что наша политическая система вполне может быть трёхпартийной, консервативная партия, либеральная, социалистическая. Но поскольку паристино-израильский конфликт – это праздник, который всегда с нами, до этого дела, я думаю, ещё не скоро дойдёт. Субтитры создавал DimaTorzok